Всем хало, с вами Кё. В этом видео я расскажу вам о моем новом опыте в построении лиц. Усаживайтесь поудобней, потому что сегодня речь пойдет о рисовании без скетча. На самом деле это второй мой арт без эскиза. Первый был некой тренировкой и попыткой рисовать по-другому. Из-за неизвестности конечного результата я решила его не снимать, но вы с легкостью можете найти все работы, которые не участвовали в видео, в моем инстаграме или группе вконтакте. Как вы понимаете, для художника и любого другого творческого человека всегда трудно пробовать что-то новое. Я не исключение. Для меня такой опыт тоже был непростым, но думаю, что результат превзошел ожидания. Да и без регулярного преодоления поставленных задач никогда не добиться быстрого прогресса. На мой взгляд, каждый арт должен быть лучше предыдущего хоть в чем-то. Это касается только моих работ, потому что к ним я отношусь очень критично. Вы можете относиться к своим работам исходя из поставленных вами задач. У меня тоже есть определенные цели и для их быстрого достижения мне необходимо ставить себя в строгие рамки. Напишите в комментариях, как вы относитесь к своим артам. Ждете ли от себя мгновенных результатов? К слову, этот референс я хотела нарисовать уже давно, но не была уверена в своих силах, поэтому откладывала в долгий ящик. Мне кажется, что это довольно показательно, потому что на данный момент я даже не побоялась испытать на нем новую технику, хотя еще пару месяцев назад вообще бы не открыла его. Меня пугали возможные неудачи и была не уверена в своих силах. Теперь, как видите, все изменилось. Кстати, можете присылать мне в директ работы, в которых вы пробовали рисовать что-то новое для себя. Я с удовольствием посмотрю на них и обязательно всем отвечу. Иногда я устаю от рутины и устраиваю себе передышку, проводя подобные эксперименты. Такой отдых – это своеобразная смена деятельности. В моем случае я расслабляюсь, когда рисую что-то новое. Но с другой стороны, пробовать неизведанный стресс. Ты никогда не знаешь, что получится в итоге, но это все равно хороший способ развлечься. Еще один способ – нарисовать что-то простое, что хорошо получается. Вообще, перед серьезным артом лучше разрисоваться, чтобы набить руку. Пара скетчей будет достаточно. Надеюсь, что вы досмотрели до этого момента, так как видео подходит к концу. Напоминаю, что мне будет очень приятно получить от вас лайк и подписку на канал. Всем удачи и вдохновения! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok